Здравствуйте, уважаемые гольфисты! С вами Антон Самсонов, и мы на самом популярном канале о гольфсоветах. И сегодняшний совет будет про то, как правильно тренировать короткую игру. Возьмите паттер, сент, девяточку, четыре тишки и один мяч. И сейчас я вам покажу, как улучшить свою игру очень быстро. Я очень часто вижу, как гольфисты приходят тренировать короткую игру с своими любимыми веджем, с девяткой. Встают и начинают выбивать целую пирамиду на одну позицию. Ну, максимум они меняют их на две. Ну, что вы тогда тренируете? Вы не тренируете дистанцию и не тренируете то, что будет на поле. Здесь у вас пирамидка мячей, вы тренируете 50 мячей в разные стороны, не понимая дистанции, не анализируя брейки. А выходя на поле, мы начинаем пытаться увидеть рельеф, понять, как он катится. То есть вы тренируете две разных игры. Поэтому, ваша задача, если вы тренируете целую пирамидку и хотите потренироваться и никуда сильно далеко не ходить, или очень много людей, пожалуйста, делайте удары, чередуя как минимум по одному или по три мяча. То есть один, два, три мяча на одну цель, затем меняете и делаете на другую, чтобы организм привыкал к разной дистанции и умел быстро перестраиваться. То есть вот я подбил два мяча туда и вы чередуете даже это с навесами. То есть раз, два. Потом та же самая дистанция, но вы делаете это с навесиком, чтобы мячик у нас летел вверх к цели. В идеале, конечно, мы хотим с вами перепроверять и делать эти некоторые удары как сэндом, так и девяткой, чтобы вы чувствовали, что кое-где они лучше катятся. И брейка вы используете больше. Потому что даже ваш любимый сэнд 56 или 60, он после приземления не особо сильно катится. А на девятках на пече, может быть, кто-то семеркой это делает, вы прочувствуете, что мячик у нас идет по рельефу. А значит, минимум усилий, а к цели мы очень часто можем подбить значительно лучше. Потому что вы используете подсознательно рельеф. Вспомните, как круто мы бросаем мячики. Вот вам дали мячик, вы их бросили к цели, и вы уже подсознательно знаете, где он приземлится и сколько он прокатится. Глаз визуально понимает дистанцию. Нам нужно просто привыкнуть. Вы делаете имитации, смотрите на флажок, а потом подходите и делаете этот удар. Поэтому я рекомендую на чипах смотреть и делать иногда имитацию, не только вот только всегда, где мячик, но и посмотреть во время имитации, где этот флажок. То есть я смотрю на флаг, делаю эту имитацию подсознательно, и таким образом у меня формируется правильное понятие дистанции. Вы будете подбивать лучше и лучше. Если же вы все-таки любите тренировать много мячей в одну позицию, то нам необходимо 4 тишки, которые вы ставите в диапазоне метра. И вы стараетесь оказаться всегда вот в этом диапазоне. Вы должны визуально помнить, что вы внутри вот этого одного метра, который мы забиваем с вами 83%. Поэтому если вы любите тренировать много мячей, или чип весь забит, вам нельзя подойти и забить, тогда тренируйте, поставьте себе эти тишечки, вот этот диапазон. Но лучше всего, конечно, тренировать, как говорит Дастин Джонсон, один мяч, настоящая ответственность. Вы берете один мячик, у вас одна попытка, как на поле, и меняете свои цели на каждом ударе. Итак, сейчас я хочу сыграть на дальний флаг. Я прицеливаюсь, решаю, какой клюшкой сделать, девяткой или сэндиком, делаю удар, а теперь мы с вами идем к этому мячу, потому что мне нужно будет забить пат. Пойдемте. То есть я сделал чип, и теперь я должен понимать ответственность. Вот этот чип помог мне сделать один пат. Раз, два. И я сыграл за два удара. Но если бы я сделал плохой чип, и у меня была бы дистанция где-нибудь здесь, то, извините, волнение, которое вы получаете, будет вам мешать на поле. Поэтому по факту это упражнение, когда вы делаете один чип и один пат, используется всегда у сборных. Называется парт 2. Вы играете 9 или 18 лунок, где вы должны подбить, а потом идете паттером, забиваете. Ну, я играю с Акаки паттером, я их обожаю, очень крутые. И именно это позволяет вам повторить здесь, на тренировочном поле, то, что ждет вас на поле. Если вы делаете лишние удары, или у вас слишком далекий чип, и вы оп и промахнулись, то это лишний удар, который нужно натренировать, чтобы вы его не делали. Таким образом, вы меняете локации, делаете высокие удары, подкаты, чипы, но вы делаете один чип, а потом идете и бьете это паттером. Поэтому берем один мяч, лучше всего, пожалуйста, игровой, потому что они летят мягче, они чувствуются по-другому. И каждую вот эту луночку, там, две, три, а лучше девять. Сыграйте с кем-нибудь. А чем бы я бил сюда? Хорошо. Сэндик. Пошел, подбил паттером. А теперь, если я хочу сделать длинный накат. Вот, одной семерочкой или девяточкой, а потом иду, добиваю. Таким образом, вы натренируете ответственность правильного удара и улучшите свою игру в разы. Потому что, если вы хорошо делаете паттер, но у вас очень плохой чип, и вы все время его срываете, то, к сожалению, это нам не поможет. Или, если вы любите чип, но боитесь сделать хороший метровый пат, это тоже нам испортит всю игру. Итак, совет заключается в том, что хватит тренировать очень часто 100 ударов в одну позицию. Или тренируйте их по три, чтобы вы чувствовали ответственность. А лучше всего, как сборники. Одним подбили, одним забили. Ну что же, с вами был Антон Самсонов. Тренируйте свою игру правильно. Не забывайте про короткую игру. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще больше секретов уже совсем скоро.